Здравствуйте! Добрый день! Слушайте, я спрошу вас, один вопрос сразу ответьте сходу. Мы сейчас разговаривали с отцом Акимом, он говорит, когда вас с председательского отдела сняли, за вами что-нибудь кроме этого слова, было какое-то обвинение вам архиерея выставлял или нет? Да нет. Не было ничего? Нет. Нет и все. Вот живой свидетель сидит, батюшка рядом вот. А то мне говорят, что может быть еще что-то было. Я говорю, у Максима ничего не было, одно слово. Архиерея, ты чего испугался? Мы об этом говорим. Почему он не заступился? Ну, сложно уже это объяснять. Зачем я буду комментировать действия чужих людей? Ну ладно, ладно. Главное, что ничего за вами не было, я прав. Да, и так, собственно говоря, разговор у меня, желание этого разговора возникло после вашего разговора с греко-католиком. Еремонфом, да? Да. Вот, и поэтому, вот здесь прошу сначала дать пояснение ваше отношение к хрещению кроплением. Оно вообще действительно или обливанием? Ну, оно на самом деле действительно или все-таки это неправильное совершенное таинство и является недействительным? Неправильно совершенное таинство недействительным. Про это говорят и святые отцы, как Никифор. Если малая часть, как Василий Великий говорит, испорчена, надлежит великой беде быть. Вот ответ. Ну вот в связи с этим-то как раз у меня встает вопрос. Да. Вот возьмем католиков. Вы ему сказали, что да, это церковь, имеющая апостольское преемство, но есть один нюанс, причем очень серьезный. Все католики, уже, наверное, как минимум тысячу лет, все до единого крестятся к храплению. То есть получается, что есть церковь, в которой есть апостольское преемство, но ни один член Римо-католической церкви не является крещеным. Вот сложился такой парадокс. То есть и что-то тогда выходит. То есть выходит практически полтора миллиарда человек, они вообще не крещеные. И выходит, что, собственно говоря, они даже еще хуже баптистов. Такого даже хуже сатанистов. Потому что и баптисты, и сатанисты при обличении, ну они же понимают, что они вне церкви. То есть можно что-то объяснить. А здесь, кстати, полтора миллиарда человек находится вне церкви и при этом не крещеные. Но думают, что они спасутся. Вот как-то. Отвечаю. Это тот вопрос о крещении, который за пределами одного человека не рассматривается. Более привередливые в этом, не привередливые, а более внимательные, так правильно сказать. Это старообрядцы. Они очень внимательные. И вот у них первый амбросий, который пришел к ним, митрополит перешел, когда они искали рукоположение после 130 лет без священства. Когда они его нашли, говорят, он был как крещеный-то. Теперь к старообрядцам-то. Ну узнали, он был правильно крещеный. Но дальше разговор. А его, который рукополагали? И поняли, что если теперь дальше идти, доказательств нет, и все зависло, нет. И решили, дальше не рассматриваем. О крещении именно так вопрос. Я четко знаю, что неправильное крещение, его нету. А мне говорят, а вы его признаете за священника? Признаю. Так это, ну понимаете, антиномии какие-то начинают. Дальше не рассуждаю. Я подойду под благословение. Я знаю, что патриарх Кирилл незаконно избранный, неправильно крещеный, неправильно рукоположенный. А я его признаю. Так это противоречие. Ну вот я рассказал, ответил, так и все. Дальше не иду. То есть существует... А если так, как я рассуждаю, я все время буду говорить неправильно, надо выправить. То есть это самый щадящий режим. Надо стараться. Надо вернуться. Найти схемонаха какого-то, чтобы там Иерея, чтобы покрестила патриарха и всех. Вернуть к правильному крещению. Все сегодняшние митрополиты, вот я сейчас выбрал, там и Агафангелы, и все, и Алфеев там говорит, все говорят только о полном погружении. Значит, первое мы смотрим, что надо необходимо, а оно не так. Я все равно его признаю благодатным. Так это неправильно. Все. Дальше не рассуждаю. Но это отношение к конкретному человеку и священнику. Вопрос. Вот Ерема. Он находится у греко-католиков. Он крещен краплением. Вот лично человек к вам обратился. Вы ему не посоветовали, Ереме, надо тебе креститься полным погружением. То есть, на самом деле, вы фактически оставили человека в заблуждении. Пока. 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 Я чувствую, что сегодня, еще пока мне не сказать ему. Через день я уже скажу. Сейчас он приходит, теперь весь удар будет нанесен туда. Он слышит до определенного момента. Это у меня чувство есть. Я вижу. Вот только сейчас я закончил разговаривать. А сейчас с вами только начал говорить. Санкт-Петербургский там еще один идет. А он этим коптом расположен. Больше-то. Я с ним говорю. Отдельно. По этой теме. Вот я ему сказал. Сказал. Вот сейчас человек захочет. Что можно было сказать. Первые десять минут я ему вообще ничего не говорю. Пять минут два вопроса. Кто и откуда. А дальше конкретно. Сегодня не пей ни чай, ни копья, ни какао. Теперь вижу, что у него мозги разжижены. Второй вопрос. По женщинам. Так и оказалось. Я щитьем уже понял, где у него, почему он такой. Дальше не работает. Что делать? Теперь через полгода придешь. А пока делай, вот что я сказал. Завтра встань рано. И пойди в храм. Пойди к батюшке. Познакомься. И плати десятину. Устройся на физическую работу. Я говорю то, что я знаю, где выход. Выход только здесь. Это мы иреме? Да, так. Если просто так говорить. Ну и все. Последний раз. Вот я с поляком говорил. Он так. Походит день-два. Он снова заходит. Вижу, что с ним можно разговаривать. Теперь я ему выкладываю все. То есть вы, если человек, что называется, зацепляется душой, вы потом говорите, что необходимо человеку принять полное трекратное положение. Да, именно так. И пойти в православную церковь. Вот он считает. За это время смотрит ролики. Считает. Я его сразу загружаю большим материалом. Ему скидываю материал о крещении. Теперь он не просто слышит. Теперь он видит. Мы ссылаемся на одних и тех же святых отцов. Они златоуста признают. Святого Иеронима. Блаженного Августина. Иерусалимского Кирилла. Я ему, после этой беседы, я ему скинул все материалы. И вот теперь проходит время. Он говорит, все прочитал. Я понял. Я уже его даже не зову. Вот этот ненасильственный метод. Спокойный. Он приносит такие плоды. Вот у меня за эту неделю зашло столько людей. Я даже высказать не могу. Вот вчера только полдня потратили. Полный комплект 38 книг. Америка запросила. Оплатили. В Москву. Да еще с тремя экземплярами Нового Завета. Только вышел. Женщина приехала покупать книги. У меня уже на исходе все. Но сразу все я ей не сказал. Я говорю, замужем. Сын есть. 24 года. Но нигде не работает. Из дома не выходит. Я единственное, что узнал, как его звать. Владислав. Все. Теперь я начинаю молиться. А она выходит, когда Сергей Пупов ведет занятия. И там по интернету там цепляются. Там даже до разных других государств. И она там заходит. Благодатная фамилия ее. Благодатская. Я думал, что это у ней, как говорят, просто ник какой-то. Оказывается, это паспорт проверил вчера у ней. Действительно такая есть. Я начинаю молиться. Вот сегодня мне нужно было одно дело решить. Вы не смотрели? Да, еще не было собрания. Вот батюшка сидит у меня рядом. Отец Ай. Я говорю, давай запишем интервью. А о чем? То есть он не приучен к этому. А то, что я сегодня сказал про ИГИЛ. Поехали. Если батюшка сидит рядом, что-то я как-то так мысли потеряюсь. Отец Аким, я вас приветствую. Радости вам. Подойди сюда. Вот сюда рядышком. Вон туда. Смотри, чтобы голова вместилась. Вот сюда вот. Вот. Он тебя видит. Я приветствую вас. Радости вам. Добрый вечер. Благословите вам. Я сегодня причастник. Да? Да. Поздравляю. Радости. Василий Христос. Мы вот видите, утром встали. Я просто говорю, когда. В прошлый раз с этим беседовали. А Даниила-то, который приходит. Там Антон какой-то. А кто установил правила канона? У нас правила. Правила канон покаянной. Да причастная молитва. Мы прочитали канон Богородицы. Канон Ангелу-Хранителю. Они считают не надо. Ну, поэтому можем каждую минуту причащаться. А если мы приготовляемся, и батюшка об этом говорит, чтобы учитывали. Мы в храме стоим. Почему нет? Так всегда было. Ну, ладно. То есть, я сейчас просто не хочу мешать темы. Потому что, на самом деле, вот этот разговор с Иеремием, Бог иметь, ну, на самом деле, такое серьезное искушение. Я вопрос получил, ответ. Мешать темы с другими даже не собираюсь. То есть, пусть это будет вопрос о крещении. Ну, в данном случае, это вопрос просто апологетического подхода, как я сейчас понял. Да, ведь нужно понимать, что все-таки одно дело, когда ты отдельно с человеком разговариваешь, а другое дело, что ты выкладываешь. Так ведь? Да. Люди же еще не понимают задним-то числом, чем дальше-то будет. Ну, что ж, все, вопрос снят. Вопрос получим. Павел, а вопрос снят о чем? О крещении? Да, то есть, на самом деле, оба отношения примутся к крещению. Да, я сказал. Значит, еще тут будет, кажется, это второй поляк вошел. Я говорю, да, вот с этим согласен. Я никогда не соглашусь, никогда, о примате папства. Это совершенно не христианские, что папа над всеми где-то. Это мы принять не можем. Второе, чего не можем принять, искажение таинств. Тело и крови, лишили крови. А таблетку от удает, обладка называется. Крещение никогда не признаем. Ибрит и папа. По крайней мере, четыре пункта. Это мы уже никогда не можем признать. А остальное можно договориться. Ну понятно. Ну что ж, хорошо. Всех благ. Благодарю за пояснение. Слава Христа. Да, послушай, Максим. Да. Вот я батюшку-то хотел записать сейчас интервью. Не интервью, а чтобы он ответил. У нас сегодня об этом... У меня внутреннее желание есть. Завтра, я думаю, это сделать. Вам это я выношу, чтобы вы тоже помолились. У меня есть желание попасть в Сирию к ИГИЛ. К террористам. И я думаю... А? Послушай внимательно. Послушай. Мы были в другое время. Я напишу об этом президенту, министру вооруженных сил и патриарху. У меня есть желание. Потому что вы бомбите, а можно бомбить словами. А они убьют. Я, кажется, бумагу подпишу, вы не отвечаете. Я знаю силу слова. Потому что у врача, у него что? Трава, скальпель и слово. А сегодня они этого даже не знают. Я в жизни испытал многократно чудесное действие слова среди преступников. Среди людей, которые ко мне страшно враждебные были. Они в одно мгновение меняются. И делаются друзьями. Это Бог делает. Но мы это видим даже на савле, на других. Вот. И если Господь позволил бы даже сказать им, чтобы они, ну, услышали, что есть другое оружие. Ну, что я могу сделать комментарий? Собственно говоря, комментарий о пенсионерском мученичестве. Если мы читаем Евангелие, то мы видим, что если гонят из города, надо бежать. Не оставаться там. Не принимать мученическую смерть. Господь говорил, в общем-то, на самом деле, беречь себя. Давайте так прямо скажем. Это так. Вот. Следующее. Вы тоже говорили. Эта тема серьезная. Сейчас, собственно говоря, в Сирии свящается суд Господний. Но нужно понимать, что это суд Божий. Над этим народом, над этими людьми. Вот. И то, что гражданская война. Это все проявление суда Божьего. Вот. И поэтому... Идет... Идет суд. И вмешиваться сейчас человеческими усилиями абсолютно бесполезно. А вот другой вопрос. Когда закончится война... Это моя позиция миссионерская. Вопрос. Когда закончится война. Когда люди испытают всю горечь. И мы будем говорить о сирийцах. Вот. Вот тогда есть смысл ехать туда. И проповедовать не игиовцам. Потому что это... Есть прямой запрет метать бисер перед свиньями и псами. Феофилак Болгарский говорит. Кто такие свиньи? Кто такие псы? Псы это люди неверующие. Ожесточенные сердцем. Вы будете нарушать прямой запрет. Это очень важный момент. То есть это прямой запрет Господа. Не метать бисер. Ну а они... Собственно говоря, свиньи это люди неверующие. А точнее это маловерующие. Люди, которые окрещены тут. Но живут не богочестивой жизнью. То есть в данном случае это будет своеволие. Ну вот. Зачем им делать? То есть реакция будет однозначно все так. А вот проповедовать сирийцам. Я за, например. Если вы хотите доехать. Но это нужно после совершения суда Божьего. Так, я отвечаю на это. Феодосий Пещерский. Он специально ходил проповедовать в еврейское селение. Стараясь раздражить их. Дмитрий Ростовский пишет. Чтобы быть распятым, как мой учитель. Один момент. Другой. Мы не знаем, свиньи это или нет. Свиньи-то мы. Свиноеды. Тем более у меня много статей. Положительно отзываюсь о том, что у них есть хорошее. Во-вторых, я ни разу у них не был. И заранее считать сотню тысяч людей свиньями у меня основания никакого нет. Мне говорили, вот этот человек абсолютно не поддается. Я говорю, а Бог? Один ответ, а Бог. Я начинаю разговаривать с ним. Он правда не принимает. Я не стал говорить ничего. Отошел и стал молиться. Меня переводят в эту камеру через два месяца. Человек совершенно другой. Другой. Он меня приветствует и обнимает. Игорь Тихонович, это все матушка Россия. Вы как там будете с ними разговаривать? На каком языке? На русском. Там от русских сегодня уже десять тысяч. Я среди русских буду. Если бы был там. Русские, которые отсюда сбежали, бегут туда. Вчера только показывали артиста знаменитого. Вот такой знатный. Какие кадры, фильмы там. И жена красавица. Двое ребятишек. Я вижу что-то не то у него. Он принял мусульманство и теперь все оставил и уже у них там. И сегодня передают и его уже убили. Пошел помогать им. Во время бомбежки или где. Я, может, никогда там не буду, но внутреннее желание есть. Я проверяю себя на друзьях моих. Всем задают этот вопрос. Меня никто не отпускает. Вопрос задают, а где больше пользы можете принести? Но у меня желание есть и я его выражаю перед Богом. Возьмите Харлампий. Его арестовали преступники, разбойники. Они гуляют и пьют. Его оставили здесь в пещере, а сами пошли грабить. Он видит, недопитое вино стоит, подползла змея, спустила голову, напила и обратно изрыгнула. А он связанный лежит в пещере. Они пришли, напились и все умерли. Он завладел этим всем сокровищем. А дальше сколько он добра сделает? Житей сверто. Это не один раз было. Еретика после первого-второго вразумления отвращайся. Титу 1.10. Но вразумления-то ни одного не было. Как я могу считать? А они тебя распнут. Во всей Библии говорится о том, что они шли и свидетельствовали, их убивали. И они не молчали. Деяние 8 глава 4 стих. Рассеившиеся ходили и благовествовали. Четвертый эдикт. Где Клетиана гласил, где встретите христиан? Что в руках есть тем и бейте и убивайте. И никто не стал скрываться. Я на смерть не нарываюсь. А могут ли вас оставить? Могут. Могут. Я с чищенцами... Ну, проехали 6 республик. Это все-таки не два шага. Турцию проехали с той стороны. У меня немножко есть навык. И я скажу, что пути Господи неисповедимы. Ну, вот я там... Сказали бы, а что ты попал? Что ты хочешь делать? Я с собой возьму только все. Библию возьму и щетки. Щетки у них в почете. И сказал бы, дайте мне место, я в уголок буду молиться за вас здесь. Я не враг. 77-й год. Они во мне не могут увидеть врага. Тем более, я бы сказал, зайдите на мои ресурсы, увидите, как я против войны. Против оружия, против клятвы. То есть, они во мне врага бы не увидели. Никак. А что будет, я не знаю. А Господь может сказать, я тебе тихим голосом, веянием ветра говорил. Через тебя может начаться ИГИЛ. Я не случайно говорю ИГИЛ. Игнатий ИГЭ. ИГИЛ. И дальше Игнатий Лапкин. У меня вмонтировано в мою фамилию и вымя этот ИГИЛ. Я стал думать, это не случайно может быть. Я поэтому обратился к людям своим. Теперь будем молиться. Я же не из бухты барахты. И потом напишу. А даже если отрицательный будет, все равно они будут знать, что были люди, которые хотели сделать попытку не бомбами бомбить их, а божественным словом. Я беседовал с ними и знаю, с мулами, когда их собралось. Сколько там? Я среди них сидел один. И кончилось с тем, что один и говорит, Иса, если придет судить, как написано, горе нам будет. Они только вернулись из Йемена. Сидят и щетки перебирают. У меня есть небольшой опыт. Конечно, не опыт Даниила Сысоева. Но мы в доме мулы ночевали, там беседуем, в интернете выставлено. Так они еще упокаялись? Не сегодня. Мы идем по городу, она мусульманка. Ее увидели и говорят, что твой муж? Она говорит, нет, это мой отец и учитель приехал. Так он православный. Да, православный. Я говорю, тоже уже православная. Она уже православная. Это она сказала перед народом. А это не просто так. Преподаватель в университете, там где в академии. Сколько учеников. Идут в православный храм, ведет учениц. Считает псалтырь. Библия. Мы у них в доме ночевали. Ведь сеется семя, не сразу сходит. Бывает, в гробнице фараона тысячи лет пролежало. Посадили, оно зашло. Я не настаиваю. Может нет, но дать звонок хотя бы. Думаю, на этой неделе. Попрошу, помолитесь об этом. Ну, я свое мнение высказал. Чего мне повторять все по старому кругу? Ну, все. Молиться будем. Брат дорогой, я же почему и обращаюсь к вам. Я зарыщаюсь молитвой. Вот я скажу, необычность какая. Мы едем в пути. Мы ехали в это время, были, кажется, в Испании. И в это время, там где-то надо было переплывать. Это, кажется, маленько пораньше было. Ну, и там, где заходишь, там где-то люди могут находиться. Машины там загнали отдельно. И там можно к интернету подсоединиться. Мы подсоединились. Гляжу Англию, Великобритания. Ролик на мой сайт. Посмотрите ролик. Баптисты молятся. И ролик называется «В помощь Игнатию Лапкину и его миссионерскому путешествию». Молятся. Баптисты стоят. Этот ролик стоит у нас сейчас. Дети рядом. И они стоят и крестятся. Это чего стоит? И молятся о благополучном исходе нашего путешествия. А сколько из них пришло? Видите как? Теперь в Финляндию. А в Финляндии игумен Никита. Он заплатил деньги, но мы сломались и не смогли доехать откуда, переезжать через Балтийское море-то. Вот. Проходит какое-то время. Я ему пишу. Вы нас пригласили. А вы знаете, как к нам относятся? А для меня это мало значит. Я говорю, вы патриархиены. Это Московская патриархия в Финляндии. Вы спросите. Ну сделайте, чтобы потом-то вам не каяться. Вы связались с кем? Вы понимаете, с тобой, кто общается, ему лишние шишки. Проходит несколько дней, говорит, в патриархии ответила. И как? Благословила встречу. Где там в библиотеках, в храме? Я так и опешил. Вот это да. Другое дело в Украине, где меня принимали. Я в храмах выступал в Грузии, в Лиссабоне, в Америке. А то патриархийные. Другое дело отец Кирилл. Я в Москве говорю в проповеди. А то в Финляндии. Запрос сделали и дали положительный. Батюшка сегодня встречается с митрополитом. Наверное, вчера. Еще раз. С митрополитом Сергием нашим, которого там Дудин долбит. А он говорит, что там за люди? Дудин это назвать правильно. На меня нападают за то, что с вами знаюсь. А отношения какие были, такие есть. Они выплеснули свое, а добавить они еще не добавили. Отношения наши с митрополитом хорошие. Ну, ничего они нам не сделали. И архиерей расположен к нам по-прежнему. Ну, насчет молитвы. Молитва-то что она? Она обычная. Да будет воля твоя. Не дай совершиться нашей злой воле. Да. Прямо конкретно скажите. Вот человек говорит так. Господи, от тебя или нет. А если ты это благословишь, чтобы это открыто было или закрыто. Но написать я все равно напишу об этом. Чтобы потом они, когда-то бывает, это письмо вспомнится. Чтобы были люди, которые подсказывали, как погасить конфликт. Игорь Тихонович, ангел смерти стоит он за той синей дверью. Стоит. Что стоит-то? За синей дверью ангел смерти стоит. Так, Никита, иди-ка сюда. Никита. Пусть выйдет. Посмотрит. Тень будет. Посмотри. Посмотри. Выйдет. Вот послушай. Тебе сейчас меньше замещаний, чем на потерявке? На порядок. На порядок. Почему? Потому что говорили, Никиту не исправить. Ничего подобного. Я работал с ним. И все время молились. Сейчас совершенно другие отношения. И он побыл у Сергея три недели и вернулся назад. Как его было не пустить-то? Вот сегодня на благовестие было. Евангелие раздавали. Сегодня мы вместе причащались. Знаете, вот в чем проблема подобного рода? Ну, я потяну как раз свою опять же тему. Тему мужчин и подкаблучников. И маменькиных сынков. Дело в том, что вот о чем я собственно говоря и хочу и в книге своей сказать. Все начинается в семье. То есть все практически отношения, которые человек будет потом реализовывать в обществе, они начинаются в семье. В правильно устроенной семье глава семьи это отец. Это раз. Следующее. Этот человек является и первым учителем для всех детей. Так ведь? Следующее. В любой семье правильно выстроены есть система иерархии, которые дети впитывают. То есть вот есть отец, мать, старшие и так далее. То есть вот вся эта система взаимоотношений выстраивается и в семье. Вот. И на самом деле проблема любого человека, ну скажем так, маленького, в том, что любой ребенок он более, скажем так, психологически настроен на мать. То есть за маминой юбкой будут бегать постоянно. И вот задача на самом деле правильной жены перенаправить психологически молодого человека на отца и сказать вот отец глава, отец твой учитель, учись у него. Причем это делается не только, как сказать, через простые такие указания, но и прямые кости. Например, приходит сын и просит у матери, мама, можно я туда пойду? Или можно я вот это сделаю? А что делает мать? Она на самом деле может решить этот вопрос. Она может дать разрешение. Она говорит, давай я у отца спрошу. То есть это фактически та система иерархии, как здесь и в армии. То есть вот приходит к сержанту солдата и говорит, можно это сделать? Сержант говорит, я спрошу у лейтенанта. Это нормальное взаимоотношение. Правильно? И через такие вот прямые и косвенные вещи ребенок перенаправляет к отцу. Он же маменькин сынок, любой ребенок. Это психологическая тропность ребенка к матери. И вот ребенок взрослеет, он видит уважение матери к отцу, как например есть в вашей семье. И ребенок начинает расти, развиваться. Далее Господь дает ему знания и так далее, и так далее. Что происходит, к сожалению, в семье, где нарушена вот эта иерархия и отец подкаблучает. Прямо или косвенно мать так или иначе внушает сыну, что отец твой придурок, козел, два гвоздя вбить не может. И вот постоянно пилит, пилит отца. Отец говорит что-то, она всячески прямо или косвенно поддерживает, что на самом деле главный и самый умный это я. А ведь на самом-то деле главный учитель в семье это что? Мужчина. А ребенок годами впитывается, ориентируется прежде всего на женщину. И когда, вот именно через этот нюанс, очень важный такой момент, происходит нарушение, когда ты человеку говоришь, что он абсолютно необучаемый. Тем более, если это учитель, это мужчина. Она абсолютно ему не подчиняется. Но проблема-то как раз она в семье. А что происходит с дочерью? Тоже очень интересный такой момент. Вот представим себе, отец чего-то в жизни достиг. Даже взять, например, вашего отца. Феноменальная память. Колоссальные какие-то такие вещи. В данном случае, будем так считать, пастух высшей компетенции. То есть это уже что-то стоит. А если взять отца, например, который депутат, начальник цеха, главный врач. Человек чего-то достиг. Но проблема в том, что в семье он подкаблучится. И вот дочь вместе с след за матерью осознает, с одной стороны, что она принадлежит какой-то достаточно значительной семье. У меня же папа-то начальник. То есть она уже считает себя принцессой. Это очень важно в этом моменте. Но вопрос в том, что в след за матерью она считает отца своего, ну так, не очень. Можно не послушаться. Тать что-то сделал. И в результате чего она к нему не прилепляется как учитель. И вот интересный момент. Она остается дурой-дурой, но с бодром принцессой. И получается феномен женщин, которые крайне много о себе думают, но при этом абсолютно глупые. А в то время, если при правильной постановке в семье мать направляет дочь учить у отца. Смотри, отец свой, например, чего-то достиг в жизни. Девчонка воспринимает отца как учителя. Это очень важно. Как главу. За кого она замуж потом выйдет? Естественно, за молодого человека, которого мы потенциально увидим того учителя и главу семьи, которая есть. И что получается? Она получает от отца знания все. Следующее. Она выходит замуж за молодого человека, который будет главой семьи и потенциальным, собственно говоря, ее учителем. И происходит, не знаю, как старт. В космос. Та семья начинает очень сильно развиваться. И поэтому подобно, это очень важно понимать. То есть вот эти все корни, они закладываются где? Закладываются в семье. И в этом плане есть положительный момент армии. Когда молодой человек вырывается из семьи, где абсолютно неправильно выстроены отношения и попадает в армию. Где, ну, за два года что-то происходит. И многие люди адекватно, попавшие в адекватную ситуацию, говорят, что армия меня именила. Но это единственный институт, где еще командуют мужчины. И поэтому изменения, на самом деле, происходят в психике очень медленно. Вот действительно так. Иногда кажется, что вот уже руки опустились. Но изменение психики – это минимум год, а то и два. Поэтому то, что не меняется постепенно, это вполне нормально. Как это можно изменить себя, если я таким становился 25 лет? Ну, как можно? За месяц? Никак. Ну, вот мои комментарии по этому поводу. Вот смотрите. Вы говорили о людях, которые знают алфавит, которые могут считать. Слово там выстраивается, вот какой порядок. Наши-то родители вдвоем, отец с матерью, Мария Егоровна Тихон Дмитриевич, полкласса не кончили. Но как они это сумели выстроить? Я от матери ни разу не слышал, когда пришел отец, что-то там дал разгон матери. И чтобы она после отец за дверью, она бы стала говорить. Я никогда не слышал. Авторитет отца был абсолютный. Как это? И мы это знали. Мать только скажет, а вот отец придет, а что он скажет? Мы не выполнили. Вот это я говорю, что скажет, для меня сакральная фраза была. Я не знал, что отец скажет. Но казалось, такое невыносимое, тяжелое, нехорошее. Просто совершенно негодное. Вот не то, что там толкушками били или как-то. Это заложено-то откуда в них было-то. А у того, у другого родители были верующие. Видимо, вот это выстраивание правильных отношений там было заложено. Я сейчас пока разговаривал. Это вы говорили там. Я припомнил, 55 лет назад. Я читал книгу, 93-й год, Виктор Юго. Ну, 55 лет. У человека все в организме меняется за 7 лет. Это 8 раз у меня обновился мозг. А где это у меня в памяти? Вы стали говорить, у меня всплыло, что я тогда считал. 55 лет назад. И он там, Симурген, говорит. Как выстраиваются эти отношения? Когда женщина рождает ребенка, он должен быть передан отцу. От отца идет к церкви. Дальше показывает как. Он говорит, а почему вы ничего не говорите? Я в государстве. Он говорит, все эти ступени ведут к тому, чтобы это был хороший гражданин государства. Каждый в него вкладывает то, что нужно для государства. Это я прочитал, когда Евангелие в руках не держал. Это у меня отложилось в памяти. И вот сейчас при вас это оттуда сразу вышло. Вот у нас просятся в кино. Куда? Мам, в кино. Ну, а кино-то на улице показывали. Полотно на школе. А деньги со всех подряд высчитывали. Мать, я как отец. Как отец. Вот простенькое дело. Вот как раз это прямое и косвенное выказывание авторитета. Как отец. Как отец спасет за пять километров от деревьев, и мы бежим туда бегом. Не останавливайся, чтобы в кино привезли. В кино привезли. Про Чапаева будут показывать. А как мать. И что, все отпустили. Мы теперь уже в кино побежали. Все, дядька отпустил. Вот, кстати, собственно говоря, в чем смысл еще и завт выйдет? Да благо тебе будет, да долголетен будешь и на земле. В чем долголетие? Ведь на самом деле здесь не только Господь благословит такого человека. То есть человек, который уважает своих родителей, а это прежде всего отец, он более обучаемый. А раз более обучаемый, он, значит, успешный в жизни. То есть вот иерархия обучения и, собственно говоря, все отвратительно учащиеся дети, если посмотреть, разобраться, все имеют проблемы послушания своим родителям. Это корень. Корень глупости, на самом деле, лежит вне послушания, вне уважения к родителям. Поэтому вот в таких случаях я бы мог посоветовать людьми, у которых проблемы как раз, вспомнить своего отца. Если возможно, с ним сблизиться. Если возможно, высказать свое сожаление о своем поведении. О своем покаяться даже перед ним. Если отец умер, начать молиться. То есть, на самом деле, одно из таких серьезных воспитательных вещей, это пересмотр отношения отца и к матери. А почему еще? Здесь очень момент важный. Ну, закон подобия. Подобное притягивается к подобному. В ровной степени, в какой... Женщины часто говорят, муж у меня такой тип, просто отвратительный. Или мужья, наоборот, говорят. А проблема в том, что вы-то одинаковые. В той степени, в которой муж был почестив, в той степени был почестивый жена. В той степени, сколько у нее недостатков. Ну, в такой же степени, такая же мерзкая, как и твой муж. То есть, на самом деле, абсолютно ровня с точки зрения. И поэтому, когда женщина начинает критиковать своего мужа, на самом деле, она критикует себя. Это ты, дура, за кого вышла замуж. Ты ровно ему одинаково. Но есть еще один нюанс. Психологически важный. То есть, я как-то размышлял. Вот если взять среднего статического, специфического мужика. К сорока годам его, если не касаться вообще никаких бытовых взаимоотношений. Ну, точнее, не бытовых, а образования человека. То жизненный опыт и умение мужика намного больше. Ну, давайте представим себе. Вот 40-40 лет. Что женщина, будем так, умеет? Ну, она у нас умеет готовить, стирать, убираться, воспитывать детей, работать в огороде. Так ведь? Ну, конечно. Ну, вот их навыки. Теперь смотрим, мужик умеет стирать, готовить, воспитывать детей. Следующее. Дальше пошел. Значит, могу построить дом, привезти электропроводку, погреб выкопать. Дальше, мужчина имеет навык работы с оружием. Следующее. Это, дальше, солить, коптить, готовить какие-то вещи, водить в машину. Мы понимаем, то есть, реально, навыки мужика намного больше превосходят женскую. Так, подожди-ка минутку. Вот то, что вы сейчас перечислили, по этим признакам легко понять, что женщина умнее, потому что воспитывает ребенка, ей надо знание громадное, а воспитания отца-то нету. Вот, к слову сказать, почему девочки учатся примерно до 10-го почти класса намного лучше мальчика, потому что все преподаватели знают. Но, когда взрослому мужчину за 40 лет, как вы говорите, начинает, и в Англии прошел тест на тысячи людей, и оказалось, женщина меньше знает, меньше интеллект развит на 25%, а в чем мужчина? Вот эту поддержку того, что вы говорите. Ну, потому что жизненный опыт он заставляет работать. И вот как раз, собственно говоря, авторитет отца, он очень важен как раз уже после того, как ребенок начинает взрослеть. Ведь, кстати, здесь еще очень интересный момент. Об этом никто не говорит, собственно говоря, это моя позиция. Дело в том, что, вот почему апостол Павел запретил женщины быть учителями. Ведь на самом деле никто об этом серьезно не рассматривал. А есть очень такие моменты, ну я раскрою, скажем так, некоторые. Вот первый очень важный момент, дело в том, что у женщины есть механизм психологической деградации. То есть, мне, кстати, моя жена на этот счет нуметнула как-то в разговоре. Вот с каждым новым ребенком я начинаю учиться заново, разговаривать, ходить, играть и обучаться в школе. Вот рождается ребенок, по закону подобия, подобный притягивается к подобному. Для того, чтобы ребенок мог нормально существовать рядом с матерью, женщины психологически начинают постепенно понижаться до ребенка. И мы видим, как бабы наши сюсюкают, хути-пути, кисенька, там еще что-то, вот это упрощение разговора. Даже врачи, вот эти психологи говорят, что есть разница разговора мужчины и женщины. Женщина начинает изменять голос, там сюсюкаться, упрощать слова. Мужик как говорил, так и говорит. То есть, женщина приспосадуется психологически к ребенку, и ребенок чувствует рядом с такой матерью абсолютно комфортно. На нижний уровень она переходит уже. Конечно. И в этом, на самом деле, очень большая польза женского организма. Потому что, иначе бы ребенок, если бы его воспитывался с года, например, профессор, академик или чемпион чего-то, то есть мы понимаем, что он просто это не выдержит. Следующий очень важный момент. Психология мужчины такова. Если ты чем-то занялся, ты должен быть чемпионом. Собственно говоря, об этом говорит описание. Будьте совершенно, как отец вашей небесной. Это мужик мужикам сказал. Все. Ваша задача не просто там каким-то, сказать, неосточнилым святым. Ваша задача уподобиться самому Богу. Сверхзадача. Абсолютно невыполнимая. То есть, если ты начался спортом заниматься, стань чемпионом. Если ты в науку пошел, только лауреатом Нобелевской премии, как минимум профессором академика. Если предпринимателем, то самым богатым. Если воином, то Калия Муром. То есть, эта задача, ну, правильно, на самом деле, это мужская психология. Стань только лучше. А женщина что говорит? Ну, знаешь, ты такой дурачок, я тебе все равно люблю. То есть, происходит в семье баланс между требованием мужика стать чемпионом в каких-то чем-то влияниях и, с другой стороны, снимающим ребенком. Вот это дается баланс. Но вопрос в том, что если женщина учитель, и она настоящая женщина, дело в том, что резко падает успеваемость в классе. Потому что она подсознательно начинает ориентироваться на неудачники. Вот в чем дело. То есть, резко падает. А если мужчина учитель, он выставляет в виде отличников, и уже на этих отличников глядя остальные подтягиваются, и они все равно троечниками оказываются. Но если сравнивать параллельно, то эти троечники оказываются намного умнее каких-то четверочников, которые бабеньками. Так, Максим, вставочку небольшую сделаю. Вот все учителя, Макаренко, Сухомлинский, Бежамин Спок, Златоуз, Ян Камынский, только мужчины. Это тоже говорит поддержку того, что говорите. Ну вот. Так, секундочку, да. А теперь следующий очень важный момент. Я имею свое наблюдение, что учительство, к сожалению, начинает извращать женскую природу. То есть, если посмотреть, то само учительство мужика сделает более мужественным. Если мужчина воин, то становится больше мужиком. Мужик предприниматель, но от этого мужественность он только усиливает. То есть, если взять те занятия, которые занимается мужчина. А вот, если посмотреть женщину учителя, обратите внимание, все уже к 40-45 годам имеют короткие стрижки. То есть, женщина начинает себе отказывать в чем? В женственность. То есть, она постепенно превращается в мужика в юбке. У нас в Уфе, у дочери была учительница, очень сильная учительница. То есть, действительно, дети выходили отмечниками. Дети очень быстро развивались и двигались. Ну, слушайте, это мужик в юбке был. А отсюда сразу проблемы с детьми, с мужем. Часто многие в разводе учителя. То есть, вот парадокс в том, что учительство, правильное учительство, оно вызывает разрушение еще и женских лиц. Вот тоже очень интересный момент. И вот такие вот соображения, что называется в развитии темы. Но подчеркиваю, уважение к родителям, авторитет. Даже если это родители, простые деревенские крестьяне, она усваивает модель. Это очень важно. Модель. И эта модель потом жизни дает очень серьезный старт человеку. Он быстро чего достигает. Так, сегодня у нас в собрании был такой момент. Я собрал всех с медицинским образованием. А у нас их несколько человек. С большим опытом уже на пенсию пошли. Притом заканчивали с отличием, с красным дипломом. Ну, стоящие врачи с университетским образованием. Да не с одним еще образованием. И даже, мало того, приключил я ветеринара. Пришлось мне раздеться и меня проверили, годен я или нет. Позвоночник абсолютно прямой. Это был этот Кирилл Сахаров. Я говорю, у меня от тяжести, я же на стройке был, три грыжи. А он не знает, что такое грыжа. У него грыжа впереди, живот. Я говорю, что ты такую нажил грыжу-то? Да это аналойщик для креста, он говорит. Так вот, проверили меня вдоль и поперек. А врача спрашиваю, вот я ходил, на операции был, что такое? Ну, межпозвонковые там вырезали. У меня нет искривления ни малейшего. Я говорю, какой вывод? Годен. Куда Годен? К ИГИЛу. Я уже комиссию прошел. Комиссию прошел. Сегодня. При собрании, при всем. Но ни один не одобрил меня. Ни один. Никита, выйди на улицу, посмотри. Увидишь тень темную. Вот увидишь, увидишь. Выйди на улицу. Стоит там ангел смерти. Вот выйди, выйди, посмотри. А мы его не боимся, ангела смерти. Это он за нас. Открой дверь. Он за нас. Он друг наш. Он знает, что жизнь окончена. На что лучше? Вот смотрите. Христианин разговаривает с одним моряком. И он говорит, я посмотрю на берегу, как волны. И там корабль то скроется за волнами, то... И ты плаваешь. Как ты не боишься? Он говорит, а ты где ночуешь? Ну как, где? В кубрике там. А ты, а я на кровати. А твой отец, говорит, где умер? Ну как, утонул. А дед, он говорит, тоже утонул вот у меня. И ты плаваешь. Он говорит, а твой отец где? Ну умер, а где умер? На кровати. На этой же кровати дед умер, и ты... Так умереть-то в разное время можно-то. Что тут за эту жизнешку-то цепляться? Дней человеческих 70 лет. А я уже при большей крепости захватил. Так что тут думать не надо. Надо успевать. А представьте себе, что если бы положительно ответили патриарх и ходатайствовал бы перед президентом, и у меня заграничный паспорт, все мог бы. И я бы оказался там. Вот это было бы, да. Да вряд ли уже будет. Чего там? И как бы еще потом не посадили, как этого Варвару Караулову. Да. Вот и посадят еще. Потом доказывают, что не верблю. Знаешь, как... Борода он какая. Варвара-то, она что, приняла мусульманство, и она подалась-то зачем? Удовлетворение искать? А у меня-то другое. А что вы бы сделали, сказал? Я бы когда с ними встретился и сказал, я христианин, перекрестился, как мы в Турции стояли и кланились, 12 часов молились и сердца всех людей обратились. Вот у меня главное чудо было в поездке. В Турции. А тут бы я сказал, буду молиться. Мы были в Дагестане. Когда шли, стрелка написана, комната для намаза. А там по-русски написано, комната для молитвы. И когда я книги уже сдал, главное интересное, патриотекарь, мужчина, он этот, вышел с нами, сфотографировался, это все у нас выставлено. Я говорю, а там можно зайти? Говорю, мы подошли, а там закрыто. Он сейчас открыто. Мы разулись, зашли и помолились. Три святоя помолились за эту страну. Я знаю, что там смотрят они, обязательно под наблюдением были. Мы совершили молитву, очень хорошо помолились. Это им на память. В комнате, в таком месте. Не место освещает человек, а человек место. И мы молились там. И все это засняли, у нас в интернете есть. Это очень интересно. Нас пугали. Ой-ой-ой. Мне говорят, тебе все равно уже ты, вроде отпетый, тебе голову не носить. Но этих ты за собой тащишь. Зачем? Там то и то делают, головы режут. Там в Европе война в этом году будет. Мы проехали. Я хочу сказать, никого не опровергаю. Но на нас это не сработало. Не сработало. Потому что молились. Сколько там безбоконников на пляжах Анталии? Да. Мы видели. Видели это. Видели. Но я видел другое. Когда мы проезжали, какие они трудолюбивые. Какие у них рисовые поля. Как они задерживают разрушение береговой линии. Работает одновременно экскаваторов 30. Машины. Почему? Это не туркмены подметают тут в Москве. А даже олимпийский комплекс. Где бы ни строили турки, турки, турки. Сейчас Путин-то там меняет тактику по отношению. Турки это талантливый народ. Хотя Жириновский говорит, я не знаю точных данных. Они говорят, 30 раз с нами воевали и всегда терпели поражение. Так ли это или не знаю. Ну вот так. Такие наши новости. Для меня сегодня день счастливый и радостный. И чем? Вводим к ИГИЛу? Причастниками тела Христова. Да, да, да. Мы готовились к этому и все в радости. У нас в отдельной комнате исповедь идет отдельная. Да, я уточню. Отец Аким, то есть отношение митрополита Сергия к вашей общине и к вам не изменилось за последнее время. Так ведь? Сегодня я поехал в город там больных навестить своих, причастить. И узнал, что он там сегодня служит в Александроневском соборе. Я заехал туда, заехал я уже, ну у них уже было, шло причастие. Я кое-как пробрался, храм небольшой, но очень народу битком, просто тесно. Я кое-как растолкал, пробрался вперед. И он, в алтарь я захожу, и он уже заходит в алтарь. Законность пресечения. Сразу ко мне обратился, подошел, благословил, поцеловал. Спрашивает, как сейчас, подожди. Ну, дальше закончили, когда служба заходит, надо облащаться еще раз. Спросил, как, Игнать Тихонович, здоровье. И меня спрашивает, а ты не знаешь, кто такой Петров, что ли, он сказал? Я говорю, а что? Да что, говорит, он нападает, говорит, прямо на меня, говорит, за то, что я с вами, говорит, в хорошем отношении, говорит, какой-то, говорит. Я говорю, Владыка, я не знаю, говорю, по интернету Игнатий Тихонович, я, говорю, не общаюсь. Ну, вот, говорит, какие, говорит, они. Я говорю, ну, больных-то много, говорю, людей, ну, что вы. А ты расскажи, которого убрали-то, благощинный-то там, этого Олега-то. Ну, это новый, в епархии-то разделили нашу, там, Славгород разделили. Ну, был благощинный, говорит, что архиерей, вчера, говорит, на меня, говорит, этого, что уберу, почему. Мало, в епархию отсчисляешь, там, это что, больше надо. Отчислять. Из благощинных убрал его. Да, вы вначале говорили, что это Дудин, на самом деле, Петров и Дудин – это разные вещи. То есть, Петров и мне тоже пишут. Я думаю, что он просто, я-то не знаю, я думал, что он, может быть, спутал, что Дудин – это, наверное… Это под разными фамилиями, Максим. Нет, 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 это однозначно. Вот этот товарищ, вот, здесь же какой-то сайт, не сайт, страница в живом журнале, какой-то истинной русской православной церкви за рубежом. Нет, это шпана, шпана кемеровская. Это семинаристы под именем Петрова. Нет, 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 нет. Это я подчеркиваю. То есть, есть там какой-то человек, который пишет в ЖЖ постоянно, под видом там, я сейчас не могу сказать, это он. Нет, к нам отношение… Он спросил… Это однозначно не шпана, и это однозначно не наши, из нашей пенсии. Он спросил, зимой к вам можно приехать? Я говорю, ну, зимой можно, но это сложно, говорю, очень. Поэтому добираться трудно так. Нет, это сделать… На меня нападали, 15 комиссий государственных было, лагерь закрыть-то. Ну, и вынесли решение, санэпидемистом станции закрыть. В газетах пишут, ну, еще один лагерь закрыли, ну, еще теперь легче стало. А они еще не закрыли, он так и как был, так и был. Приехал заместитель прокурора полковника, я его не пустил. Он через забор… Я говорю, а что вас пускать-то, вы неправду утверждаете-то. А прокурор края, генерал-лейтенант Пороскун. Я приехал и говорю, ваш-то был? Да, был, говорит он, приехал и рассказывает. Я говорю, наверное, жаловался, что его не пустили на территорию лагеря. Нет, он говорит, такой порядок у них строгий, такой хороший отзыв дал. 15 комиссия. Ну, вот мы… Они, видимо, где-то кому-то, потому что запрос законодательного собрания был, дать отчет. Ну, лагерь-то закрыт, а мы сидим, занятия идут. Я говорю, вот он, лагерь. Ну, теперь же у них все, наверное, часть уехали. Наверное, уже в пути. Ну, им отчет надо дать, сослаться, что все-таки они чего-то добились. Ничего не добились. Они вынесли решение закрыть лагерь. Ну, как ты его закроешь-то? Никак. У нас решение в краевом отделе юстиции. В лагерь могу запускать только с разрешения двух общин, когда пройдет собрание. Можем пускать священников, кого знаем, и начальник лагеря кого решит. Вот она приехала с Анапидемстанцией, к слову сказать. Ну, милиция там, ну, вытащили там юбки им, одели. А она такая, говорится, с широкой кормой. Ничего не налазит. Материю вытащили, она материя. И посмотреть, какие постельные принадлежности, как стирка, где спят. Я говорю, я не могу вас пустить. Вы такие подлые прямо. Но вот обед наступил. Без обеда вас не оставишь. Я говорю, оставьте документы на улице. Вы не с Анапидемстанцией сейчас. Хотите? Просто вы приехали в гости, я вас запущу. Конечно. Ну и все. Я провел где-то белье. Она что хотела, все узнала. Пообедала. Но уже не как начальник. И она другим потом приехала. Сколько она рассказывала. Ой-ой-ой, говорит. Сколько я, говорит, нового узнала. Ну, я бы похлопотал о новых матрасах. Матрасы у вас просто, я не знаю, только монахам давай. Которые решили усмирять свою плоть. И лучшего качества. Но солома была раньше. Это солома. Их надо разбивать. Нет, там их просто выкидывать уже надо. Потому что настолько все скомкалось. Это жутко просто. Скомкалось, ну что сделаешь? Ребятишки же. Ногами там и бывает. Ну, как что? Помолиться, Господи. Хотя бы 10-15 можно матрасов новых послать. Я знаю как. Надо распороть. Вытащить ее оттуда. Растеребить ее и обратно заложить ровным слоем. Ой, конченый лапкин. Что можно сказать? Новый, новый, новый надо. Да нету денег, дорогой Максимушка. Нету. Это он мне говорит. А, послушай. Послушай. Вот чуть не забыл. Когда мы с вами познакомились. Вы, я думаю, не будете отрицать. Я сказал вам, вы бороду больше не трогайте, галстук не носите. И вы мне ответили, больше галстук не надену. Говорили? Да. У вас старая фотография с галстуком. Ее бы надо, наверное, заменить. Вот почему-то есть такое наитие. Я ее оставляю. Секундочку. Алло. Все, давай. У меня на сайте в вопросах-ответах новая фотография. Но эту фотографию почему-то мне наитие оставить. Галстук действительно не ношу. Бороду. В интернете аксессуары там первого века. И цепи. Рапс. Даши аксессуары двадцатого века галстук. Это масонский знак. Чисто масонский. Убрать бы надо. Ну, вот почему-то наитие осталось, но буду думать. Ну ладно, ладно, ладно. Я просто сказал. Вы сказали. На счет матрасов. На счет матрасов. Я думаю, что тема пози-то была. Добрые люди-то ведь тоже смотрят. Но добрые люди. Матрасов двадцать абсолютно новых, которые не были бы скомками, для лагеря, конечно, нет. Ну, видишь, даже эти матрасы-то подаренные. Дареному коту зубы не смотрят. Согласен. Согласен. Но матрасы очень жесткие. Ну, вот хорошо. У меня пенсия полная за месяц. 6275 рублей 3 копейки. Вчера только отправил в Америку. Которые книги. Почти 12 тысяч пришлось отдать. Два месяца отхода. У меня одна женщина, которая как раз принимала крещение, она рассказывала. Я первую ночь, первую ночь легла на этот матрас и заплакала. Это уж даже как взрослых. Ладно, я был очень уставший. Я как-то так этот под матрас вот этот так нашел. И так на одном боку и ушнул. Но детей надо пожалеть. Знаете, добрые люди, помогите матрасами, пожалуйста. Никак пока. Только что кто-то подарит. Он не попросит, я прошу. Как спавший на этих матрасах. Они абсолютно негодные. Ну, купите нам тогда кто-нибудь. Найдите, который купил бы, привез нам. Мы заменим. Да, вот добрые люди. Абсолютно негодные матрасы. Хотя бы 20 новых матрасов. Или нудовные. Вот тоже, кстати, хороший вариант. Это вредно. Они там испортятся сразу. Да. Нет. Мы же на зиму убираем. Так. Ну, все тогда. Уходите с Богом. Радости. Так. Мы все выставляем в интернет. Вы не против? Да нет. Ну, спаси Христос. Мы вас помним, в числе гонимых. Вас и Юлию Долбневу упоминаем. Ну, все тогда.